Один из самых важных авиаузлов в Азербайджане – аэропорт Гинджа. Несмотря на отсутствие официального сайта, комплекс стремительно развивается для гарантированного соответствия действующим стандартам. В результате большинство пассажиров довольны уровнем предоставляемых услуг. Аэропорт находится в Гинджа, на расстоянии 5 километров к северо-западу. Комплекс обладает специальным аэродромом, на котором также базируется ВВС Азербайджана. При этом аэропорт обслуживает многочисленные рейсы и предоставляет услуги сотням тысяч пассажиров. К комплексу относятся две бетонные взлетно-посадочные полосы, длина одной из которых составляет 2,5 километра, другой 3,3. При этом нужно учитывать основные данные КОТЭАТА, КАВИДИ, КОТЭКА, ЮБИБИДЖИ, ВНУТРЕННИЙ КОТ, ГНЖ, Почтовый адрес, AZ-2019, Азербайджан, Город Гинджа, Шамкирское шоссе, аэропорт, телефон дирекции аэропорта, плюс 994, 22, 267, 18, 75, электронный адрес справочной службы, в которой можно проконсультироваться, G, нижнее подчеркивание, аэподсобака, азиэротил.ком, базовые авиакомпании, которые успешно обслуживаются, Азербайан Аэрлайн САЗТЛ. Аэропорт Курск на официальных ресурсах можно узнать точные данные о вылете и прилете нужного самолета. Комплекс не обладает официальным сайтом, но у аэропорта Гинджа онлайн табло все равно существует, и это позволяет оперативно контролировать ситуацию. Пассажиры и те, кто их встречает, провожает, могут посмотреть онлайн табло Гинджа, вылет и прилет уточнить самостоятельно. К тому же онлайн ээп от табло всегда помогает узнать актуальную и точную информацию. Аэропорт Братск на территории Азербайджана проходит хорошие дороги с развитой сетью общественного транспорта, благодаря чему до аэропорта можно с легкостью доехать даже на маршрутном автобусе. Многие отели Гинджи предлагают услугу трансфера, вследствие чего туристам даже не приходится задумываться о том, как самостоятельно добраться до аэровокзала. Обратите внимание, аэровокзал связан с городом обычным автобусом. Близкое расположение позволяет отказаться от экспресс-общественного транспорта. При этом можно сойти на любой остановке, ориентируясь на личные потребности. Проезд обойдется в 30 геопиков или 0,3 туркменского моната, причем обмен валюты можно произвести при необходимости без каких-либо сложностей. Также можно воспользоваться услугами такси. Желательно обратиться в специализированную компанию, так как в этом случае расчет будет оптимальным. Аэропорт располагается недалеко от города, поэтому стоимость предстоящей поездки не может быть заоблачной. Опытные туристы отмечают, что стоимость не должна превышать 10-12 туркменских монатов. Иногда можно заказать такси на завтра, например, на раннее утро, и быть уверенными в том, что удастся доехать до нужного места назначения. Желательно своевременно добраться до аэропорта, чтобы успеть на регистрацию на нужный авиарейс. Аэропорт Гамбурга на территории Гинджинского аэропорта располагается большой паркинг для частных автомобилей и такси. Решив припарковаться, нужно изначально рассчитывать на бесплатную услугу. Однако впоследствии придется платить согласно актуальному тарифу. По этой причине нужно проконсультироваться заранее и узнать, какое время для паркинга будет бесплатным. В любом случае парковка для машины – это лучшее место, так как гарантируется высокий уровень безопасности для транспортного средства. При прибытии и предстоящем вылете, транзитном перелете важно знать особенности аэропорта, так как это позволит оперативно решить все нужные вопросы, выполнить важные личные дела. По этой причине туристы стараются узнать официальные контакты, все коды и внимательно изучить актуальную схему. В последнее время KVD аэропорт активно расширяется и совершенствуется, поэтому нужно постоянно уточнять изменения. Комплекс принимает внутренние и международные рейсы, поэтому уровень обслуживания соответствует действующим стандартам. Регистрация пассажиров и оформление багажа для внутренних рейсов начинается за 2 часа, международных – за 2 часа и 30 минут. В обоих случаях регистрационные процедуры завершаются за 40 минут до предстоящего вылета. По этой причине нужно знать точное расписание и правильно все спланировать. На территории комплекса предлагаются все нужные услуги для пассажиров, комфортабельный зал ожидания, парковки для частных автомобилей и такси, магазины, отделение самых популярных банков, небольшая почта для оперативных отправок, камеры для надежного хранения багажа, удобная комната матери и ребенка, заведение общественного питания. Важно! Пассажиры бизнес-класса могут провести время в специальном зале ожидания, который отличается высоким уровнем комфорта. Все, кто должны вылетать или прилетать, могут рассчитывать на хороший уровень сервиса. Пассажиры могут посетить кафе и рестораны, в которых обязательно предлагают только вкусную и свежую еду. В результате можно полноценно и вкусно покушать. На территории комплекса располагаются магазины, где можно приобрести нужные товары. В небольших магазинах можно купить презенты и сувениры, продукты и напитки в дорогу, парфюмерию и косметику. Шоппинг будет очень выгодным благодаря специальной ценовой политике. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка, где можно отдохнуть и выполнить гигиенические процедуры. Например, для пассажиров с младенцами доступен специальный столик для пеленания. На территории терминала также находятся детские игровые площадки. При необходимости можно обратиться в аптеку для покупки нужных препаратов или посетить медицинский пункт, где врач окажет нужную помощь. При перелетах очень важно вовремя зайти в интернет и решить оперативные вопросы. По этой причине на всей территории аэропорта действует бесплатный Wi-Fi. Гарантируется быстрое и удобное подключение по стандартной схеме. В дальнейшем интернет обязательно порадует высокой скоростью. Интересно. Часто отправляются самолеты в такие российские города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. В транзитной зоне располагаются гостиничные комплексы для туристов. Особенного внимания заслуживает пятизвездочный отель Ромада Плаза, так как к услугам туристов доступны два бассейна, сауна и ночной клуб. Стильные номера отличаются наличием телевизоров с плоским экраном, бесплатным интернетом, кондиционером. На территории отеля располагается ресторан, где можно попробовать блюда азербайджанской и средиземноморской кухни. Этот отель располагается в 12 минутах езды от аэропорта, причем стойка регистрации в гостинице работает в круглосуточном режиме. Аэровокзал Гинджи располагается недалеко от центральной части города, поэтому в каждом случае можно рассчитывать на быстрый и своевременный приезд. Опытные туристы отмечают, что отсутствуют даже малейшие проблемы относительно выбора и бронирования гостиничного номера, вне зависимости от того, когда вылетает самолет путешественника. Аэропорт успешно обслуживает местные и зарубежные компании. Аэровокзал принимает все типы ВС от 1 до 4 классов, разнообразные вертолеты. Это обусловлено наличием современных типов аппаратуры для навигации и элементов для отражения светового потока. Важно знать точный КВД-код и время вылета, прилета самолетов, чтобы своевременно планировать свое путешествие и гарантированно успевать. Обслуживающие авиакомпании – Turkish Airlines, Стамбул, Vimavia, Москва, Уральские авиалинии, Москва и Санкт-Петербург, Таймыр, Красноярск, ЮТЕР, Москва. АЗТЛ – Москва, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Баку, Новосибирск, Нахичевань, Анталия. Среднее количество рейсов за неделю 18. Аэропорт работает в круглосуточном режиме, но большая часть прилетов-отлетов традиционно приходится на светлое время суток. Аэровокзал азербайджанского города Гинджа является одним из самых важных для страны и международного авиасообщения.